Всем привет дорогие друзья, с вами Фёстон, а это очередное видео посвящённое игре Терра Онлайн. Итак, друзья, ну что хочу рассказать. Я достиг 42 уровня, маленько подкачался. Сейчас я закончил небольшой ряд заданий, в конце которого посетил данж под названием, как же он там называется? Что-то там с культистами связанное. Ну вот давайте здесь посмотрим убежище культистов. В нём я, кстати, выбил себе вот такой вот посох и такие вот сапоги. Ну, перчатки, к сожалению, и броню для жреца не выбил. Также там всякой бижутерии. Бижутерии разжился. Вот такие два кольца себе жёлтенькие приобрёл. Сапоги и посох прокачал до 9 уровня. Они теперь неплохо помогают мне в бою и наносят хороший урон. Ну, что ещё сказать, друзья? Так, ну вот здесь я сейчас сдал какое-то задание. Не знаю, куда нам теперь дальше. Но мне ещё в велике надо выполнить одно задание. ПВП задание. Так, давайте себе скорость возьмём и поедем чуть-чуть прокатимся. Вообще, ребята, хочу сказать, что, ну вот сейчас я заберу награду за ПВП задания. За них довольно приличную сумму дают в деньгах. И здесь вот мне иногда выпадали такие свитки, которые увеличивают вашу денежную награду за выполнение заданий. Вот лучше как раз эти свитки использовать, мне кажется, на такие ПВП задания. Потому что, ну, ваши обычные задания, ну, мне там даёт один золотой, например, за выполнение. Это какие-то мелочи. А вот здесь сейчас мне дадут за одно задание. Сейчас посмотрим, сколько. 100 золотых, да? А если бы использовал свиток, получил бы 200. Но у меня они, по-моему, закончились. 3 миллиона опыта и 2 сундука кумашествия. Что тут ещё за задание? Ну, давайте возьмём. Кстати, вот здесь у меня есть... Так, вот сэр. Это что за задание? Да, вот хотел вам показать, что у меня здесь какой-то глюк случился. На самом деле, вот здесь я должен был одно задание взять. Сейчас покажу вам. Сколько раз я сказал слово задание? Вот смотрите. Есть такие сюжетные задания. Вот откровение богини. А следующее задание я должен взять вот здесь у НПС. Место тёмные рудники. Задание откровения богини. Место тёмные рудники. Ну, в общем, вот здесь у меня, видите, восклицательный знак горит. Здесь должен быть НПС, у которого я должен взять задание. Но его почему-то нет. Вот такой вот глюк. И почему-то дальше задания как бы считаются выполненными. А вот эти вот два не взяты. В общем, такая какая-то ерунда. Я не знаю. Может быть, из-за того, что я уже перерос их по уровню. НПС просто пропал. И я не могу у него взять задание. Ну, ладно. Не важно. Ну, как бы важно вообще. Я не люблю, когда какие-то висяки остаются. Да, и вот этот вот восклицательный знак, который я не могу подойти и взять, меня тоже как-то маленько раздражает. Я не знаю. Может, это баг какой-то. А может быть, так оно и нужно. Ну, ладно. Давайте тогда поедем сейчас выполнять другие задания. Он у нас где-то в центре. Вопросительный знак. Также, друзья, хотел рассказать. Вот здесь есть такой сундук. Вот он. Он открывается, когда вы достигаете какого-то уровня. Сейчас я его смогу открыть только на 45-м уровне. Открывал я его, по-моему, в последний раз на 40-м уровне. Оттуда мне вылетело три таких самоцвета крутых, каждый из которых я сдал по 1000 золотых просто в магазин. Итого у меня сейчас уже 5000 золотых. Также я часто выставляю брокеру всякую ерунду. Особенно хорошо берут бутыльки. Вот, например, с надобья маны. 13 штук продал за 71 золотую. 11 штук за 90 золотых. Там, что еще? Было у меня тут какое-то целебное с надобья, которое я очень выгодно продал за... Вот, сердечное зелье. Аж 247 золотых я за него выручил, продав всего 18 штук. Также хотел отметить ваше внимание, что на аукционе берут даже зеленые вещи. Вон, пожалуйста, башмаки продал или двуручный топор. Ну, вот так помаленьку, по чуть-чуть. Видите, я периодически на аукцион выкладываю всякие вещи. Ну, зеленые сейчас стараюсь не выкладывать, только синие по дешевке. Но их, в принципе, разбирают, как горячие пирожки. Вот сейчас у меня тут даже есть желтое копье. Чарм скорости почему-то не покупают. Ну, может, потому что он один, зато он вроде как клевый. Ладно, давайте, смотрите, 5300 у меня. Сейчас заберем награду за деньги, за все мои продажи и посмотрим, сколько это будет. О! По-моему, порядка до 700 золотых мы выручили. Ну что ж, отлично. Также банкир на почте надо забрать, ежедневные посылки. Спасибо, друзья. Ну и отправимся выполнять наше задание. Вон у нас вопросик горит на карте. Также мне надо найти инструктора, который научит меня новой магии, потому что я давно не был в каких-то городах таких нормально, где меня могут обучить, а уровней набрал прилично. Пару раз сходив в данж, ну и там по заданиям. Что-то маленько подвисло. Похоже, нам какое-то видео хотят показать. Услышь меня, народ великий! Потомки Лока, которые грабили, убивали и похищали без меры, больше нас не потревожат! Но победа досталась дорогой ценой. Сотни бесстрашных героев отдали жизни за это. Сегодня с нами герой, указавший путь. От имени Валькеонской Федерации я дарую тебе звание нового Стража Велики. Новый Страж Велики. Мы чествуем тебя! Да, вот такая вот ерунда. Вообще, знаете, вот эти вот кривляния моей эльфийки грудастые как-то никогда не соответствуют тому пафосу, который в видео показывают. То есть там герой. Хорошо бы выглядел такой броневой, славный там мужик с мускулами, да? А вот эта девчонка, которая машет руками, как я не знаю, как какая-то фотомодель длинноногой, на героя совсем не похожа. Так, ну ладно. Что хочу сказать вам, друзья? Так, что за сапожки? Лучше моих? Нет, у меня-то желтые, прокачанные. Вот если бы перчаточки какие-нибудь дали, может быть, они бы мне еще и подошли. Так, ну ладно, куда отправимся дальше? Нам нужен учитель магии. Я даже не знаю, где он в велике. Я в велике, знаете, вот... Большие расстояния, непонятно, где кого искать. Ну, как бы, может быть, и понятно, но не мне. Я вот не помню. Вот он, учитель магии, да? Кажется, здесь налево. Надо запоминать, какие значки выглядят. Как-то брокеры и банкиры я уже запомнил, а к остальным я не так часто обращаюсь, поэтому их и не помню. Так, наставник по симпозиуму. Мастер символов мага. Наставница магов. Так, а где заклинания-то учить? Торговка кристаллами. Наставник мистиков. Вот он ты. Так, у нас есть новое умение. Посылает магический заряд на 18 метров вперед, ненадолго замедляя противников на 50%. Звучит неплохо. Милость титанов. Это моя лечилка. Это опять что-то новое. Наделяет стоящего перед вами члена группы возможностью в течение 20 минут. 20 минут. Это очень хорошо воскреснуть в случае смерти. Это очень полезный навык для данжев. Ну и вообще. Также, что у нас? Вот, кстати, миньон разрушителей. Этот навык я получил за кадром. Очень мощный такой миньон, который... Ну, его нельзя призывать на ПВП аренах, но он там некоторым боссам по половине здоровья снимал. Вот в данже, в который я ходил. Очень мощный миньон. Очень много урона наносит, но он там делает несколько ударов и пропадает. Так, ладно. Что касается наших новых навыков. Вот эти оковы. Куда бы их поставить так, чтобы они всегда были под рукой? Мне кажется, это нужный скилл. Ну, это нужный скилл, наверное, в ПВП. Я даже не знаю, куда бы его приткнуть. У меня уже все так забронировано. F5, F6 бутыльки. Вот этот бутылек на F8 нам не нужен. Давайте вот сюда у нас будут оковы. Потестируем их потом. И обед. Ну, обед мне сдается такое спокойное умение, которое будем применять в спокойной остановке, поэтому оно будет у нас на дополнительной панели лежать. Если надо, то, пожалуйста, нажал Alt, выделил и воспользовался. Как бы оно... Хорошо для данжей, да? Когда вот танку его особенно кидать, чтобы если танк помер, то не так, что там сразу босс переключился на других. Нет, танк сразу воскрес и продолжает бой. Так, ну ладно. Куда нас там по карте посылают? Вот, видите, вот, Самоэль написано. Это как раз у нас вот это вот задание, которое нам должен дать персонаж Самоэль. Но Самоэля вот там нету в этом здании. Я вам уже показывал второй раз, не побегу. Так, ладно. У нас, знаете, у меня еще появился один скилл. Я теперь могу иногда телепортироваться. Я еще ни разу его не использовал. Так, где он у нас? Сам не знаю, где у меня что. Вот, телепортирует в Алимонтею, которая находится в южной шаре. Существует ограничение по уровню. Вот как раз в эту Алимонтею мне сейчас и надо отправиться. Ну что ж, давай. Так. Телепортируйся. Так, вот мы и на месте. Что тут у нас? У нас тут, господи, у нас тут город еще хуже, чем велика. Целая куча каких-то туннелей, проходов, переходов. Так, ладно. Ну, тут есть, конечно, телепорты. Но их же еще, знаете, вот как... Их еще надо запомнить. Так, куда нам надо? Нам надо... Нам надо вот сюда. К Алиону. Вот есть. Это, по-моему, городской телепорт, да? Ну, вот как мне узнать, какой именно из них мне сейчас нужен? Симпозиум воинов, симпозиум магов. Командование шара мне нужно, да? Вот, мне сюда. Еще такая загрузка, как будто я далеко улетел. Так, мы у командования. Где там наш НПС? Он где-то... Вот он, он. Добро пожаловать в Алимонтею 111. Полет прошел успешно. Жемчужина пустыни. Благодарны тебе за помощь. Я тоже. Наверное, тебе интересно, зачем тебя вызвали. Очень интересно. Власть в Алимонтеи поровну разделена между Федерацией, Старейшинами и Мистериумом. И равновесие весьма хрупко. Нам нужен был кто-то, не заинтересованный в местной политике. И твою кандидатуру одобрили все три стороны. Мистериум доволен твоей работой в небесных холмах. А твои командиры превозносят твою хитрость и отвагу. Скорее, не против, чем в восторге. Но в любом случае, это большое достижение. Хочу, чтобы у тебя было правильное понимание ситуации и не было заблуждений. С тобой хочет поговорить Фрая. Она не только наш лучший боец, но и истинный пример для подражания. Но сперва разреши Аршада. Ну что ж, пойдемте искать Аршада. Я не знаю, может быть, почитаем в этот раз диалоги. Я обычно их всегда пропускаю, поэтому даже не знаю, за что меня там награждают и что тут вообще происходит в этом мире. Только понимаю, что мы постоянно бьем за что-то потомков Лока. Так, вот она наша Аршада. Аршада. Говори. Приветствую тебя. Фрая ожидает тебя внутри. Опа. А так не получится. Ну давай, телепортируй меня. Будь осторожным, будь свободным. Вообще, вот, ребята, у меня сейчас титул над головой висит. Титул у меня следующий. Ищу поиск группы. Его я себе оставил, когда искал пати в данж. Надо бы его сейчас на что-нибудь поменять. И вот, если помните, сейчас, да, вот это видео, которое у нас было, видео заставка после прохождения миссии, да, нам вроде сказали, что... Так, где титул менять? Вот он. Что он мне дарует какое-то новое звание. Вот, наверное, это звание, оно где-то вот здесь есть в этом списке. Такие как ценитель мифов, охотник на вампиров. Это все за какие-то выполненные задания или за что-то еще. Вот можно крестный отец, новичок. А я буду новичок. Мне вот такое звание по душе. Так, ладно. Карта для этой области не показывается. Ну, вон она, Фрая стоит наверху, нам и надо к ней. Привет, Фрая. Так. 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 в трио и встретитесь с Раи... с Раи Реном. Так, ребята, кто нас отсюда выпустит? Помощник командира, стражница штаба. Я могу, конечно, просто применить телепорт в Алимонтею, но мне кажется, здесь где-то должен быть простой выход. Привратник, ты нас может... Да, вот он нас выпустит отсюда. Так, куда нам теперь? В городе, кажется, ничего. Значит, где-то за городом. Вот она. В трио нам надо. Так, ну что, как мы доберемся в трио? Нас может, по идее, туда мастер полетов отправить. А вон он он. Мастер, мы готовы к полету. Кстати, у меня тут остались, да, какие-то задания старые из... из данжен. Надо бы их поудалять. Вот, из убежища культистов. Я, в принципе, все выполнил. Это такие просто многоповторяемые задания. А это что такое? Используйте свиток разрушения печати, полученные от Элеоны, и снимите жуткую печать. Так, а вот это, кажется, не выполнил. Ну ладно. С убежищем культистов покончено. Этот данж уже, не знаю, мне кажется, мало для меня. Хотя там можно найти хорошую одежду, но уж если идти в данж, то там есть уже данж повыше для сороковых уровней. Там можно и вещи получше себе заработать. А-а-а-а-а-а-а-а-а! Вот мы почти добрались до 3. Надо сказать, вот эти вот все летающие перелеты из одного города в другой и вообще очень многие квесты и все мне очень напоминает Вов. Единственное, что, знаете, вот все-таки Вов как-то он пограмотнее гораздо, потому что ну вот здесь мы в данж ходили вдвоем, ну, вдвоем с одним парнем мы несколько раз зачистили один и тот же данж. Он был там 40 какого-то пятого уровня, я 41, данж 38 уровня. Да не в жизнь бы Вове два человека, ну, как бы с одним данжем не справились. Там бы нужно было все-таки, ну, не, почему-то можно, но там гораздо тяжелее было. Вот все-таки там даже простые монстры иногда были какие-то жесткие, с которыми трудно было справляться. Здесь как-то чувствуется, что игра более детская, что ли, потому что ну, везде чувствуется какой-то пониженный уровень сложности. Очень легко сражаться против монстров, очень легко проходить данжи. Здесь пока что все предельно просто, а ведь скоро я уже и до... ну, может быть и не скоро, но приближаюсь к максимальному уровню и чувствую, что там, когда я набью 65-й, похоже, ничего особо сложного тоже не будет. и... когда я набью себе 65-й уровень, потому что ну, у меня такое часто бывало с подобными играми, когда я набирал максимальный уровень в игре, я понимал, что больше мне в игре в целом-то и делать уже нечего. потому что не было какой-то жесткой пвп составляющей. Ну, это, например, что касается Вова, ну и здесь, я так подразумеваю, то же самое будет. То есть, нету каких-то клановых сражений масштабных, там, сражений альянс на альянс, каких-то битв за замок, то есть, именно не то, что какая-то пвп арена, а именно каких-то массовых сражений, где можно опыт слить другому игроку, причем прилично слить и, ну, как бы нету реализации, вот ты вроде достиг максимального уровня, а что с ним теперь делать? Тупо ходить дальше по данжам или на боевые арены, ну, это скучно, охота сражаться с другими игроками, да еще так сражаться, чтобы, если ты их победишь, то им было действительно плохо, а если, если они тебя, то плохо было тебе, чтобы как-то чувствовалось, что, ага, я тебя победил, вот, тебе худо, или там, блин, ты меня побил, черт побери, из-за тебя мне теперь два часа снова откачивать опыт, который ты мне слил, ну, вот как-то так, все это было в игре Lineage, поэтому она мне очень нравилась, хотя, в ней было ужасно скучно геймплей, там было прямо, ну, не так интересно играть одному, как здесь, там был, ну, уж извините меня за выражение, там был обычный мободрочь, то есть, когда бьешь, и бьешь без конца монстров лесных, и это скучно, и неинтересно, но зато ПВП составляющая отменная, на, получай, так, забывай периодически усиление использовать, кстати, у меня же новые способности, да, есть, ну-ка, давайте попробуем, посылает волну, ага, это как выстрел, да, ну, ладно, я могу кого-то замедлить, ну-ка, и он слишком быстро ко мне не подберется, в принципе, неплохо, можно, наверное, и какого-нибудь своего союзника спасти от врага, правда, откатывается долго, так, что там, мы еще что-то, да, новое изучили, вот это, да, обед перерождения, ну, мне это пока что не на ком протестировать, ну, вот этот заряд, он как обычный выстрел, мне это не очень нравится, я думал, это будет такая прям волна, которая замедляет всех перед собой в широком радиусе, а этой штуке еще и попасть надо, там, в бою-то игроки, и они крутятся туда-сюда, им не так легко навязать свои условия боя, или там сказать, так, погоди, постой, пожалуйста, на месте, я сейчас в тебя замедлением попаду, хотя, наверное, с этим особых сложностей все равно не будет, ну, против сражения с обычными монстрами мне, наверное, этот навык не особо понадобится, а, нет, голем, блин, вернись, нам не нужен этот бой, мы уже убили всех монстров, давай проще соберем эссенцию и пойдем дальше, вон, смотрите, у этого игрока титул, он каким-то желтым цветом, великий путешественник, а у меня белый титул, титул, интересно, а если я какой-нибудь другой титул себе выберу, у меня есть что-нибудь желтое, зачаровашка, любимчик учителя, или может быть это просто чужие титулы обозначаются желтым светом, у меня есть титул великий путешественник, нет, такого у меня нету, ладно, не важно, так, ребята, отстаньте, мне вас не надо по заданию убивать, поэтому я даже не хочу вступать с вами в конфронтацию, мне надо просто добраться до ближайшего лагеря, ну а тут, знаете, как всегда в лагере задание убить местных близко стоящих монстров, получить за это какие-нибудь жалкие никому не нужные награды, некоторые я такие лагеря пропускаю, ну то есть выполняю в нем только только основное задание сюжетное, а все остальные вот такие внесюжетные маленькие поручения пропускаю, не за все задания стоит браться, вон, видите, парень говорит, не за все задания стоит браться, ну вот это наверное правильно, потому что смотрите, какого уровня этот монстр, я даже не знаю, он умер раньше, чем открыл нам свой уровень, вот, они 39-го, но они уже мне слабоваты для моего-то 43-го, да, на 4 уровня у нас разница, поэтому наверное не очень хорошая идея выполнять здесь задания, ну за них все равно дают опыт, но в целом я бы лучше побыстрее добрался до данжа по заданиям, там бы выполнил задания в этом данже и в данже очень хорошо опыт получается, то есть там и прокачаться можно неплохо, ну давайте раз уж взял эти задания, то выполню, а вот следующий лагерь, в который мы приедем, вот там я постараюсь задания пропустить, ну или может быть выборочно что-то выполнить, если там все-таки за что-то будет какая-нибудь хорошая награда, я сейчас, знаете, снимаю видео в таком формате, ну я снимаю сколько снимаю, потом все это дело возьму, разобью на часть и сделаю сразу несколько выпусков Терры, а играть я собираюсь несколько часов подряд, еще, наверное, часа два буду точно играть, ну а выпуски потом сделаю, не знаю, там может быть по часу, по, может быть по полчаса, ну в зависимости от того, сколько времени получится, может быть там получится разбитие выпуска на какие-то логические отрезки, да там, ну то есть завершил какую-то группу квестов, ну и хватит, ну в целом что, ну вот получили мы 86 серебряных, маленько алкогеста, это все ерунда, 96 тысяч опыта, я даже не знаю, много это или мало, наверное мало, но мы для этого и особо не напрягались, эссенция звезд, я все эти эссенции как правило собираю, потом как-нибудь на досуге достаю все это дело из своего банка и начинаю развивать навыки крафта, ну вот те же самые бутыльки, которые я в большом количестве сдавал на аукцион, я их получил пытаясь развить навык алхимии, и и и и и и Всякую, ну я не знаю, ненужный хлам я тоже часто подбираю. Просто его потом разламываю на сырье, которое используется для зачарования. Хотя, мне кажется, у меня его и так достаточно. Но оно все равно как бы пригодится, его потом можно переплавить в более высококачественное сырье. Ну и как-то меня не напрягает. Некоторых людей даже напрягает собирать лут. Ну, не знаю, мне кажется, если я там, допустим, раскачаюсь и у меня будет достаточно денег, я, наверное, тоже перестану собирать лут. Мне уже все это будет просто не нужно. Ну, как бы я это буду считать лишней тратой времени. Ну, пока что я все, что падает, грибу. Ну, не все, но практически все. Так, Галим, ты тут добивай, добивай его, а я пойду дальше. Тут какие-то припасы надо собрать. Раз надо, значит соберем. Так, что еще? Еще вот эту. Так, Галиму не досталось усиления, ну и бог с ним. Так, а что такое? А, у меня аура скорости включена, поэтому у меня мана быстро кончается. Ну, ничего, у нас есть восьмой скилл. Сейчас быстренько себе восполним. Запасы. Так, у нас, похоже, Галим пропал. Друзья, наше видео длится уже более 30 минут, так что давайте, наверное, сделаем паузу и прервемся, но через некоторое время продолжу играть и запишу еще одну часть, посвященную игре Терра Онлайн. В общем, на этом у меня все. С вами был 111. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok